Всем привет, меня зовут Галинка, и мы сегодня пошли в Икею за подушкой для Ванюшки. Привет всем! Мы уже в Икее, как-то не получилось поснимать до, поэтому поснимаем уже здесь внутри. Вот я тебе сюда подержу. Сова, держи. Будешь снимать сам? Да. Давай. Мы пошли в Икею, мы пошли в магазин на подушке Ванюшиной. А вот мы в Альшане уже не пошли, которые мы с тобой пошли в какой-то ленте. Так. Он надо покорять, его надо так сделять. Налоги считаешь? Да. Альша, 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 Альша. И овощи вкусные, полезные. Я за компонент. Сейчас ты ешь? С компьютера? Я почти. И товары с незначительными повреждением. У меня 9 лет я 10 лет. Каждый час новые предложения и скидки до 70%. Ну, пойдем? Ну, пойдем. Ванюшка захотела подушку. Врачи говорят, что когда ребенок подкладывает ручки под лицо, под голову, тогда уже пора приобретать подушку. И вот мы заметили, что Ванюша начал, он всегда с рождения спит без подушки. Мы решили дождаться, когда он будет подкладывать ручки. Вот начал он их подкладывать, уже, наверное, неделю как. Мы пошли за подушкой. И сейчас объясняется, что в Икеа есть подушки, которые запланированы как от года до трех. А дальше уже для детей постарше. И подушки явно, ну, плотные очень, большие для двухлетнего ребенка. Поэтому нам посоветовали спуститься в текстиль обычный, стандартный, не детский. И там взять подушку 50 на 70, просто менее плотную. И это будет самый раз для двухлетнего ребенка. Вот. Поэтому мы сейчас пойдем ее искать. У нас перекусик. Какого? Что ты кушаешь? Помощник. Какая-нибудь тетик-помощник. Можете кушать водички. Пока есть мои дружочки, когда лезешь. Ох, ты как крепко ты держишься. Чтобы не упала чудеска она. Стоп, они какие-то звездочки. Ого. Красота. Короче. Просто косметантов тут я не нашла. В общем, нам сказали менее плотную. Здесь есть всего плотная и мягкая. Значит, логично, что менее мягкая. Мы хотим обеспечить наших покупателей свободными парковочными местами для удобной загрузки. Здесь просто нет другого варианта. Либо плотная, либо мягкая. Значит, менее плотная, то, скорее всего, мягкая. Поэтому я беру мягкую подушку. Надеюсь, я уже все правильно у всех поняла. Может, шипов не хочешь? Угу. Ну, точно удобно. Может, сюда сядешь? В эту корзиночку? Нет. Тут будешь? Да. Мы просто первый раз везем. Не в такой корзиночке, которая обычно здесь вот возит. А так. У меня так непривычно, потому что вроде бы так возить нельзя. Нам никто пока ничего не сказал. В общем, непривычно между собой сидеть. Как звереныш. Ой. Ну, ладно. Давай пойдем? У-у. Ты че? У-у. Ух ты. Олень. Как? Оленьчик. Где такой олень? Дорога? Да, такой олень веселый. Ну, наверное, покататься не получится, но посмотреть можно. Ёлочка с хариками. Ой. Хе-хе. И много снизковые подонарюсь. Может быть, мы снегок посмотрим. А ты можешь запад спеть, милый, с ним огорожен? Смотри, какая ёлочка. Шишки какие огромные. Там, дайчик, побегайчик. Безайчиков, побегайчиков. У-у-у. 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 Я его потрогаю. Потрогай? Вот, Джимашка. Потрогай. Ну, я сгорела, красота будет. Я уже не стала показывать то же самое, как мы идём домой, как мы едем в лифте и открываем дверь своим. Сами ключом это всё повторяется из раза в раз. Мы ещё не будем бросить мусор. Мусор не стали выносить? У-у-у. Ну да, что-то маме тяжело было её унести и решили не выносить. В следующий раз вынеси, всё хорошо? У-у-у. Мы вернулись домой, мы дома, мы уже раздеваемся, подушка куплена, это главное, будем её тестировать, да? Будем на ней сладко спать? У-у-у. На этом пока всё. Мне потрепало жизнью, что ветром, в смысле, без шапки мама пробежала и тут что-то непонятное с волосами. Спасибо, я. Ты такая милая. Спасибо, родной. У-у-у. Всем пока-пока. Пока-пока.